Всем привет! С вами Светлана и я сегодня буду готовить печенье. Это печенье будет состоять из двух частей и между ними будет прослойка. Для начала необходимо приготовить тесто. Для теста мне понадобится 200 грамм сливочного масла. При желании можно использовать маргарин. Также понадобится 260 грамм муки, одно куриное яйцо, вернее даже один куриный белок. Желток мы в этом рецепте не используем, только один белок. И сахара понадобится 80 грамм. Для начала взбиваем наше масло, буквально несколько минут, чтобы оно побелело. После чего будем всыпать сахар и готовить дальше тестом. Взбиваем масло. И после того, как взбили масло, добавляем сахар. И продолжаем взбивать. И после того, как буквально одну минутку перемешали масло и сахар, добавляем один куриный белок. И взбиваем. И после того, как ввели более-менее белок, добавляем понемножечку муку. И уже можно замешивать тесто вручную. Можно использовать микс. Я буду замешивать тесто вручную, чтобы мука не поднялась облаком. Пать муку будем понемножечку и смотреть на консистенцию теста. Тесто должно быть мягкое, но не липнуть к рукам. Вот такое вот тесто у вас должно получиться. Оно прилипает к рукам, но незначительно. Муки у меня ушло ровно 260 грамм. Я больше ничего не добавляла. Прилипает оно за счёт того, что масло начало таять от воздействия рук. Сейчас мы накрываем пищевой плёночкой и убираем в холодильник на полчаса, можно на час, чтобы масло застыло и удобно было с ним работать. Тесто в холодильнике отлежалось, и теперь будем его раскатывать. Столб присыпем мукой. Раскатываем тесто необходимой толщиной 3-4 мм. Печеньки я буду делать при помощи вот такой вот формочки. Так как печеньки будут состоять из двух частей. Одна будет у меня просто вот такая кругленькая, а вторая часть печеньки будет состоять из такой же круглой формочки, но с отверстием посередине. У меня вот есть специальная формочка с различными серединками, треугольниками, движёнок, круг, звёздочка, цветочек, ромбик и сердечко. Вот сегодня я сделаю ромбик, вернее, сделаю сердечки. Должно быть одинаковое количество. Если 10 без дырочки, то 10 с дырочкой. Вот такие вот получаются печеньки. И выкладываем их на противень, присыпанный мукой. Вот у меня получился один противень пока. И осталось тесто. Это тесто я пока уберу в холодильник. И когда приготовится этот противень, тогда я раскатаю ещё тесто. И сделаю по такому же принципу остальные печеньки. Выпекаться они будут от 10 до 20 минут, в зависимости от вашей духовки, при температуре 180 градусов. Такие вот печеньки у меня получились. Для начинки я буду использовать джен и буду использовать варёную сгущёнку. Вы можете использовать как топлёный шоколад, так и любую и другую начинку. Теперь мы берём печеньку, берём начинку, накрываем и немножечко так вот поворачивая, распределяем равномерно нашу начиночку. Вот такая вот красота получается. Таким же образом мы поступаем и со сгущёнкой. Наносим. Покрутили. Вот такая вот печенька. Интересно получается. И таким образом я буду формировать все печеньки. Вот такие вот печеньки у меня получились. И обязательно получится у вас. Мне осталось вам пожелать только приятного чай-пицца. И до скорых встреч. Пока-пока. Не забываем подписываться, ставить лайки и писать комментарии.